Уважаемые подписчики, вы наверняка уже слышали о презентации нового хостинга в России под названием платформа. Это практически точная копия ютуба, поэтому сейчас вновь заговорили о закрытии ютуба на просторах федерации. Ранее прикрывать этот хостинг не хотели из-за того, что дзенер ютуб не отвечает современным тенденциям. Здесь я пожалуй соглашусь. А вот новый хостинг платформа мне понравился и я там зарегистрировал наш канал, который также называется ГБЦ Ремонт. Поэтому подписывайтесь на наш канал в дзенер ютуб и конечно же в первую очередь на платформе. Традиционно все ссылки на эти хостинги будут в описании под видео. Витара 2.4, 170 тысяч бензин, 2007 год. Разобрали мотористы Гауху, сняли бугеля, увидели, что там проблема с постелями. Содрали ее с блока, накинули назад бугеля и как бы привезли ее ко мне. Ну и сейчас посмотрим, что с ней там не так. Ну вот с этими бугелями мне чуть-чуть подозношено. Здесь вроде как какой-то вкладыш тут стоит. Ну тут будет уже новый, я так подозреваю. Здесь все порядка. Нумерация здесь идет, словом в роде. Нумерация идет на казану игре вот здесь. Стрелочка. Стрелочка влево и номер и один, и два, и три, и пять. Вот данный случай. Преворачиваем. У-у-у-у-у-у-у-у. Здесь вообще как-то все делается. Да, действительно. Что эти вала, что-то с шоками и конкретно. Так, это у нас пускной вала. Снимаем вала, смотрим, да, пускай. Смотрим у нас. Просто жесть. А вот здесь Марианская спадина. Здесь и на дверях еще не было. То есть нормально все. Так, смотрим на этот вала. Тоже нумерация и здесь как мы видели. Здесь стрелочка и написано Е-2. Бугель и впускной стороны также пострадали. Это вот второй бугель. В нем глубокая канавка. Третий вроде живой. Но есть пятно на теплости только в определенной зоне. Четвертый бугель уже выглядит хуже, чем предыдущий. Ну и, конечно же, пятый совсем плохой. Шейкивало буквальное отражение бугелей. Последняя шейка вообще ужасно выглядит. Итог, конечно же, закономерен. Оба вала под замену. И под новые валы мы будем делать, соответственно, постель. В этом случае бугели по плоскости прилегания подрежем, чтобы при проточке постели убрать нарезанные в них канавки. А нарезанные канавы в опорах мы подварим. Смотрю далее на общее состояние головки. Протир толкатели и теперь мы будем подписывать их, потому что желательно, чтобы они были... Я как-то могу присылать. Извлекаю толкатели, рассухариваю клапанный механизм. При рассухаривании упали два клапана. Те стоянка, видимо, сами так не держатся. Давайте посмотрим, что сняло. Вот, просто-напросто. Вот он сам их не держится вообще. Ну, а тут сам их не слез. А еще и сам вообще здесь. Как вы поняли, сальники сгорели, превратились в пластик. И отверстие стало огромным. И поэтому свою функцию эти сальники не выполняли. Оттого и были жалобы у клиента на сизый дым и уменьшение уровня масла. Ну и поэтому они уже не сидели на направляющей втулке и вращались в ней, а некоторые вообще сползли и не держались. Извлекаю подпружинные тарелки. Посмотрю на впускную сторону. Так, это впуск расцикарил. Посмотрю, что здесь. Здесь все более-менее адекватно. Отмечу, пронумерую клапаны и извлеку их. Сальники клапанов снимаются с большим усилием. Но они здесь тоже так же жесткие. Но, конечно же, не так, как на выпуске. Но все же им пришел конец уже давно. Плоскость видно, что еще не трогали. Фрезеровка заводская. Копила пометка немножко вроде хорошая. Износ осеного нет. Шракка тоже. И вкус. И выпуска. И выглядит полновес нашла кончика. И все выглядит. Но померяем, не знаем и точно. Выключу свечи. Они мне во время работы вообще не нужны. Вот такие они здесь стоят. Головка отправляется в мойку. Моется и я передаю ее в опрессовку. Посмотрю, преподнесет ли мне это ГБЦ какой-нибудь сюрприз. Иногда такое случается. Хотя никаких предпосылок для этого не было. Пока опрессовщик готовит головку к опрессовке. Я посмотрю на износ ножек клапанов. И возможный их изгиб. Клапан здесь стоит 5,5 мм. Клапаны на впуске и на выпуске с минимальным износом. Вы не поверите, максимум полсотки. Двигатель прошел что-то около 160 тысяч, если мне память не изменяет. И вскрывается впервые. Ездил клиент только на бензине. Погнутость также в пределах допуска максимум 2 сотки. Здесь все отлично. А вот выпускные втулки придется заменить. Они износились. По результату опрессовки, опрессовка никаких сюрпризов не преподнесла. Герметичность головки не нарушена. Готовлю головку в дальнейшей работе. Опоры распредворов, сварчик подварим. А я приступаю к замене выпускных направляющих втулок. Для этого измеряю вылет этих втулок. Клиент самостоятельно приобрел направляющие втулки. Это вот их номеров, кому он нужен. Извлекаю направляющие и посмотрю на размер. Точнее на наружный диаметр. Подходит ли нам новая направляющая втулки клапана. Ведь клиент их самостоятельно закупал. И что он приобрел и какие, не веду. Скажу так, что иногда привозят нам ремонтные втулки. Они идут гораздо большего диаметра. Или наоборот прослабленные какого-нибудь левого производителя. В данном случае это направляющие фирмы Креце. Диаметр составил 10,55. Измеряю новую. Ее диаметр 10,57. Все отлично. Это то, что и нужно. Готовлю инструмент оправки согласно диаметру клапана и наружному диаметру подсальник-направляющий. Обязательно подберу дистанционную шайбу, чтобы установить направляющие клапана на требуемой высоте без всяких заморочек, как говорится, автоматически. Соответственно, головку слегка нагрел и приступаю к монтажу. Обязательно после монтажа первой втулки я проверю ее вылет. Если все соответствует заданной высоте, продолжаю монтировать все остальные втулки. Далее стандартно я восстановил профиль седла на станке. И теперь уже я принимаю за притирку клапанок седла. Стандартно патирочная паста исключительно на водной основе. Присоска, но и вперед. На клапан у меня уходит порядка полминуты притирки, чтобы оценить качество порезки седла. Удаляю пасту с клапана и с седла. Как видите, все в порядке. Продолжаю притирку, естественно, по всем остальным местам. Проконтролирую свою работу вакуум-тестером. Как видите, все здесь в порядке, скажем так, даже идеально. На данный момент я выполнил свою работу. И далее я передаю головку расточнику. А расточник, в свою очередь, восстанавливает постель, подкупленную клиентом БУ-валы. Но они в отличном состоянии. Ничего там сложного нет. Я уже неоднократно показывал процесс расточки восстановления постели. После восстановления постели идет вновь моя работа. Это регулировка зазоров. Так как постель занижалась и резались седла при восстановлении фасок. Пусть и немного, но все же. И также буквально чуток нашлифовались фаски клапанов. То есть, все это сблизило торец ножки клапана и кулачка. А значит, уменьшился зазор между толкателем и кулачком на 2-3 десятка. Поэтому далее я делаю стандартно предварительную регулировку. То есть, без общей сборки клапанного механизма. Надеваю старые сальники клапанов. Расставляю по своим местам клапаны. Также по своим местам закидываю толкатели. Смазываю опоры распредвалов маслом. Укладываю их в свои постели. Смазываю теперь уже шейки валов маслом. И накидываю вновь-таки по своим местам бубли. Болтами подтянул бестребуемого усилия бугеля. Здесь обтягивать как положено, их не имеет смысла. Проверну валы, все в порядке. Стандартно промеряю существующий зазор. Сравниваю его с требуемой величиной. И на эту разницу с учетом минус 5 соток, которую я даю на зазор в постели, подторцовываю торец ножки клапана. Делаю контрольный замер. И если все в порядке, перехожу к следующему клапану. Выполнив предварительную регулировку, отправляю ГБЦ на фрезеровку при валочной плоскости. После всех механических обработок, продую головку и обмою ее в моечной машине с применением химсредств. И не только головку, но и все остальные запчасти. Теперь можно приступать к сборке агрегата. Новые сальники также передал клиент. Одеваю сальники на оправку и смотрю, проходит ли нижняя подпружинная тарелка сквозь сальник или нет. В нашем случае тарелка не проходит, а значит сперва в головку идут нижние подпружинные тарелочки. Вот теперь смело можно надевать сальник. Далее расставляю по своим притертым и отрегулированным местам клапаны, конечно же предварительно смазав ножку клапана и фаску массом. Далее следуют пружины в тарелочке и сухарики. Теперь можно засухаривать клапанный механизм по выпускной стороне. Обязательно отстучу торцы ножи клапаном, чтобы сухарики заняли свое место. Все то же самое проделаю с впускной стороной. После всего этого ставлю по своим местам пронумерованные толкатели. Ну и выполняю все точно так же, как я показывал и ранее. Масло по опорам и в постель вкладываю балы, которые, конечно же, обязательно оботру бумажным полотенцем. вновь масло и теперь уже бугель. Теперь уже это все обтягиваю с требуемым усилием. выполняю контрольный промер. Все в порядке, можно передавать головку клиенту. Моторист Александр уже у себя на СТО накинул ГБЦ, собрал мотор и выполнил первый запуск, видео которого вы сейчас увидите. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Помогите каналу, донатам. Ссылки на возможные варианты помощи будут в описании под видео. И без аварийных вам поездок. В общем, работает Сузука.